Всем привет! Сегодня мы поговорим о турецких родственниках, свекрах и ваших отношениях с турецким парнем или супругом, о том, кто чего должен и так далее. Просто хочется, чтобы вы, скажем так, это мое личное осуждение оценочное, что я сама прошла, что я вижу, что у моих клиентов так происходит. Это очень частый запрос на консультацию. Что хочется отметить? Я бы хотела дать некую кальку того, как бы правильно было. Это касаемо, кстати, не только, наверное, Турции, а каких-либо других стран. Это не относится, скорее всего, к отношениям в твоей семье, когда ты в своей стране живешь, потому что у вас один общий язык, культура, и более-менее ты своих свекров или родителей своего парня понимаешь, можете как-то объясниться. Ты знаешь какие-то нормы поведения. Довольно-таки открытая, понятная история получается. Когда это другая культура и религия, другая страна и вообще другой язык, когда вам трудно объясниться и понять, кто есть кто. Тем более девочки вообще почему-то об этом, скажем так, не задумываются, потому что куча всяких вопросов, типа переезда, отношений, вскружена голова эмоциями, флиртами, все истории. Короче, об этом никто никогда не думает, а эта история довольно-таки практичная. Так что я вас научу опять в очередной раз, наверное, плохому, расскажу, как бы в идеале вообще лучше бы было. О чем речь? Вот эти взаимоотношения ваших-ваших будущих свекров, либо просто родителей вашего там парня и так далее. В общем, будем говорить, слово свекра используйте, потому что свекрами родители вашего парня все равно с течением времени могут встать, перейти в этот рамк, будем сразу так называть. Суть какая, что правильно вообще в идеале, конечно, идеального мало бывает, но было бы классно, комфортно и очень правильно, если бы ваш молодой человек вводил вас в отношения со своими родителями, как он вас представит, как он вас покажет, как он о вас будет отзываться, какое, скажем так, место выделит вам в своем сердце и в иерархии своей семейной, так у вас отношения с вашими свекрами, с родственниками и заладятся. То есть если он вас не будет уважать, если он вас условно притащит в свою семью, бросит им на салюток на съедение, а там, например, русская такая семья, вот эти вот границы какие-то непонятные, размытые, или вообще они в оппозиции не принимают чужаков, или вообще они не принимают вас как невестку, может, что-то другое мы планировали, вы им не нравитесь, да, а он вас оставляет, типа, а-ля, давай сама разруливай, находи с ними общий язык и так далее. Тогда девушка идет на очень странное поведение, довольно не супер странное, но не очень лучшее для себя, да, большинство начинают максимально стелиться, максимально быть удобными, угодными, закрывают свои желания, какие-то свое я, все на это забивается, закрывается, делают так, как говорят его родители, свекровь, там они ложатся максимально под свекровь, обычно там рулят, да, или какая-то там тетушка, она обычно свекровь, то есть стараются быть максимально удобными, принятыми, не отвергнутыми, потому что у нее еще есть парень, муж ее будущий, там, или уже муж, который ей говорит, ну что, ты не можешь, что ли, отношения выставить, это же моя мама, это же авторитет, то есть он тоже не своим родителям не говорит, и, по сути, не способствует ее, скажем так, ей не помогает, он ее бросил на омбра, вот это не окей, не нормально, да, когда тебя саму заставляют выстраивать эти отношения непонятные, вот в этих случаях такие свекрови, или члены семьи какие-то отдельные, они начинают либо к набить, издеваться под себя, подстраивать и так далее, в общем, делать так, как им удобно, да, тебя как личность не уважают. Есть другой случай в таком поведении девушек, другая реакция, девушки начинают вообще тут же конфликтовать, за себя отбиваться, кусаться, быть против, например, рожают детей, не дают детей общаться и тому подобное, то есть резкая конфронтация идет, и она опять девушка в глазах своего супруга или мужа выглядит не очень, в том плане, что-то не можешь найти общение, что-то с ними ругаешься, да прими какие они есть, и вот эта вся фигня начинается, то есть он ей не помогает как-то решить эту проблему, не вводит ее в семью, не пытается понять, в чем дело, в чем суть, в чем конфликт вообще, из-за чего все это началось-то, почему ей приходится откусываться, приходится либо подстраиваться, защищаться, то есть он просто не ищет причину конфлика, конфликт не решается, он его просто пытается загладить, закрыть на это глаза и вообще поставить максимальную в такую положить, чтобы она, либо в своей остро защищающейся позиции, либо в гладкой своей позиции подстраивающейся, тоже закрывала глаза на конфликт. Это говорит о том, что в этой семье конфликты вообще не решаются. Их проглатывают, промалчивают, не общаются. И желания вашего мужа, желания членов семьи у них вообще никогда не учитывались. Там какой-то деспот, как правило, сидит и всем заправляет. Его желания только учитывают, он сам. А остальные подстраиваются. То есть конфликт не решается. Надо найти саму причину обычной проблемы. Есть еще такая модель, это тоже неправильно. Когда парень или муж, он вводит вас в семью, выстраивает отношения, а потом вас не отпускает. Вы все равно не становитесь самостоятельной, у вас нет своего «я», вы все равно с векровкой общаетесь и столько с присутствием вашего мужа. У вас как-то там такого девичьего секретиков нет. То есть все равно он вас как бы не то, что прячет от семьи, ограничивает контакт. Вы до всех пор всегда, 10 лет прожили, да, она языка не знает, да, она ничего не решает, она бумажки никакие не делает в государственных службах и так далее. То есть она тесто, вот знаете, опять декоративный элемент, не самостоятельный, типа а-ля ребенок, я все за нее решаю. И вот в этих отношениях, типа вот в глазах свекрах такой ситуации, вы тоже будете выглядеть как не знайка, не самостоятельная, никакая, права голоса у вас никакого в семье нет. Вы, короче, никто, вы пустое место. И это тоже неправильно. Вот в идеале я хочу рассказать, как оно должно быть по-правильному. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, когда у вас выстраивается, вот для тех, у кого начинаются отношения, как оно должно быть, чтобы главная задача быть эгоистом, чтобы вам по итогу было хорошо и комфортно. Вот смотрите, вы знакомитесь, он знакомит со своими родителями. Если у вас какие-то проблемы, вас не хотят, вы не нравитесь, там, сестра его, может быть, ревнует, такое тоже здесь ей бывает, или брат там и так далее. Короче, терки семейные, и вас не принимают каким-то образом, или не хотят, не любят, неважно, вы к двору не пришлись. Молодой человек вас не бросает и говорит, решай сама проблема, а пытается вас вводить в семью и говорить, вот я ее люблю, это мой выбор, вы тоже его должны уважать, и она моя жена, и вы ее уважаете, в том числе и тоже, как и меня. Вот так это должно быть в идеале, чтобы вам было хорошо, да. Со временем все равно терки отходят, все люди притягиваются, особенно, когда рождаются всякие дети, бабушки и дедушки таят, все равно не прямо уж мир, но какой-то нейтралитет, состояние нейтралитета, оно приходит. Так вот, когда пришло это состояние нейтралитета, вы уже можете брать инициативу в свои руки, с кем-то общаться, как-то там проявлять себя, решать какие-то общие жизненные проблемы, брать инициативу какую-то, там, приглашать свою кровь куда-то, или там ее сестер и так далее, то есть чувствовать себя полноценным членом семьи. Если вам это хочется вообще делать, пожалуй, вот это вы не хотите, не делайте, вас нет, вообще заставлять не может. Но вы уже сами выбираете со временем, с кем общаться, каким образом общаться, с кем-то не общаться, например, это очень тоже показательно. Не надо делать то, что вам не хочется. Если вас не уважает человек какой-то, член семьи, все хорошо, вот, например, одна вот сестра, только мужа, блядь, не любит меня, ну и не общайтесь с ней. Зачем вы себя насиловать будете? Для кого и для чего? Всегда задавайте вопрос, для чего я это делаю, то, что я не хочу и мне не нравится, например. И вот в эти моменты уже, когда вы пожили там некое количество времени, там, 3-4 года, допустим, или как-то год-два у всех это по-разному, может быть, я не прикрепляюсь к какой-то прям конкретной цифре. То есть когда вы уже сами решаете свои моменты, вы уже сами выбираете свой путь, с кем общаться, а что как, вы самостоятельным человеком в семье становитесь вашей супругом в семье. То есть вы хозяйка у себя дома. То есть вы уже решаете, к такому гостю приходят, не приходят, вот эти личные границы расставляете и так далее. Это очень-очень важно. Не забывайте об этом, не забивайте. Пока вы в подчиненном таком состоянии, подстраиваетесь, пытаетесь быть хорошей, угодной, чтобы вас не отвергли и так далее, чтобы вас приняли, ваших границ нет, вам будут крутить, вертеть, как вам хочется. Но я сразу говорю, что родственников вы тоже выбираете своего, в принципе, супруга, но главное, вы смотрите, как вас преподносят в общении, в знакомстве в самом начале. Если он вас привел, кинул в этот котел, и руки умывает, не замечает проблемы, делает вид, что все в порядке, потому что он не хочет вылазить, ставить на место своих родственников, и за вас, например, заступаться, защищать вас, это говорит о том, за кого вы там замуж собрались, или с кем вы встречаетесь, это вас не уважают, обратите, пожалуйста, на это внимание, это сейчас вот в этой мелочи, дальше будет больше, это будет всегда, это часть его характера, это такой человек, это вот его качество такое, знаете, какое он, не закрывайте на это глаза. И самое главное, что вот в это отношение с родственниками, как они выстраиваются, это зависит в первую очередь от вашего супруга, или парня вашего, как он вас поставит, покажет, нужно вас уважать, скажет или нет, так и будут к вам относиться. Точно так же, как и вы его отношения выстраиваете со своими родственниками, да, если у вас родственники, например, против иностранца, или фу, какой-то там турок, или еще кто-то там, и вообще у него другая религия, тебя заберут в родство, ну, конечно, такие, к сожалению, есть такие зашоренные люди, которые реально так рассуждают, я это с потолка беру, я об этом слышу, у своих клиентов очень часто, и подписчицы об этом говорят, когда родители вот такие вот, вы тоже отстаиваете свой выбор, свой прав, своего любимого человека, и куда деваться, они потом свыкнутся, там, детей всяких любят, и его принимать, и все, и все нормально все становится в основном, и мне терпится, слюбится, короче говоря, да, и это ваш, потому что выбор о них, вы тоже выставляете, вы точнее выстраиваете вот эти отношения с ваших родственников, с вашим избранником, поэтому, пожалуйста, не забивайте на это, не закрывайте на это глаза, это очень важно, вы это в принципе исправить можете, если хотите, у вас это не нравится, вам вы об этом уговорите сразу, выстраиваете свою личную границу с людьми, с которыми вам не хочется контактировать, говорите ему о том, что вам не нравится, как его там мама, тетя, дядя, там, не важно, кто сестра, там, брат относится к вам, что он вам говорит, и так далее, это тяжело, скорее всего, он будет, либо ваш избранник, игнорировать это, его обычные пойдут реакции по жизни в этой семье, он будет игнорировать, делать вид, что ничего не происходит, будет минимизировать проблемы, и говорите, что, да что ты создаешь, раздуваешь с пустого места, проблемы не существуют, или он не то имел, переиначивать будет, этот человек не то имел, да он не хотел себя обидеть, да все не так, ты поняла, это ты в тебе проблемы, этот газлайтинг типичный, да, переиначивание происходит, и так далее, поверьте, я вам одно скажу правду, если кажется, вы чувствуете, значит не кажется, значит так и есть, не волнуйтесь, прислушивайтесь к своим ощущениям, если вам некомфортно, вы имеете на это право высказать, сказать, заявить об этом, там уже посмотрите, как будет меняться ситуация, будут ли применяться какие-то изменения, и так далее, вот о чем я сегодня хотела вам рассказать, пишите комментарии под видео, ставьте лайки обязательно, спасибо вам за внимание, мне очень приятно, что вы смотрите канал, это меня сподвигает снимать новые видео, скоро увидимся, всем пока.